Мы приедем из Кадычок. Сейчас отправимся в азиатскую часть. Мы сели на парку. Едем на европейскую зону. На Краснодар. Вот мы уже видим галатскую парку. Софию. С вниманием. Топ-копы. После парома мы сели на трамвай и доехали до Султана Хмель. И Софии. В Софии уже мы наблюдали огромную очередь. Я, кстати, не была в Софии. Внутри мимо. Покажу вам немного. Султана сейчас на реставрации. Внутри практически ничего нет. Все закрыто. Ремонт. Мама моя пошла смотреть, где захоронены Султан. Жены, дети. Я там уже была. Сейчас догоню ее. Атмосфера, конечно. Класс. Но очень многолюдная. Я не очень это люблю. Но мы добрались сами. Первый раз самостоятельно. Это так классно. Гордость такая, знаете. Ушелки. Хамбук. 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 Внутри. Майя. Майя. «Обан. Бен. Что это за? Держан дорогу в Топ Копы. за ветром может быть не слышно почти 9 второй день путешествия и сегодня мы едем на поясе похож как на метро едет около моря и вот моря вышли мы с поезда идем на трамвай там нам надо будет проехать одну-две остановки сюда к морю вниз он не знаю как здесь люди живут вон трамвай поехал я его увидел сейчас мы туда пойдем орешки всякое мороженое тебе нужно маму? нет мама любит ручную работу оливковая ой я хотела себе вот такую штуку не купила такая штука для телефона мне просто не не такой что цеплять уважаю вот эти тарелочки такой вообще посуды люблю в общем здесь один луком вкусно сок апельсинка в общем здесь один луком вот кошка очень вкусный луком как здесь мустафа тоже очень вкусный но там и ценник совершенно другой за имя так вот здесь вот как раз трамвай на остановку идем на трамвай вчера мы ездили на метро и на пароме на электричке намного быстрее получается ой боже что здесь творится купили мороженое мараж две штуки сто лир вот как зарабатывают на туристов здесь такой вот тут базарчик рядом с фартаном на этом сулемане я вот это вот все люблю вот такие вот всякие чайи прям балдин тыщиками хочу было за обувь и денег я даже спрашивать не хочу спорить что уж говорить если два мороженых сто лир когда она в городе 15 лир стоит вот такую посуду я очень люблю но здесь у меня нету кстати такой посуды в москве есть вот такие вот светильнички мне нравятся а это просто такое украшение гранату были разрушены нынешнее сооружение было воздвигнуто по указу императора Юстиниана после подавления восстания Ники храм был построен буквально за пять лет церемония его открытия состоялась в 537 году 29 мая 1453 года после завоевания города фатии султан Мехмеду храм был переделан в мечеть благодаря терпимому отношению исламской религии к иным религиям мозаики и фрески этого храма были завешены занавесами сохранены под штукатуркой и деревянными плитами по завоеванию города в храме были предприняты сначала укрепительные работы впоследствии в 16 веке реставрационная работа архитектором церемония В sucedу Великобритании Перекрывался цепями. Два берега соединяют три моста через бухту Золотой Рог. Это мосты Галич, это Тюрки и Галата. Смастеривший себе крылья совершил полет с верхушки этой башни через пролив Босфор на Азиатский континент в район Эскюдаш. Смастер-Довальский континент в районе Центрального пункта. Это Тюрки и Галата. Это 29 километра между Мармаран и Блакси. Это истамбул, где вторые. Тюрки и с другой стороны. Это называется европейская часть. И арморки изделий ручной работы, бутики рукоделий, всевозможные кафе под открытым небом, рестораны системы фестфуд позволили Ортайкёй стать самым посещаемым местом в городе. А вот здесь вот когда-то, напротив крепости, посередине Баскора, мне сделали предложение руки и сердца. И арморки изделий ручной работы, 1860 км. 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 По указу императора на маленьком островке начинается строительство башни, куда позднее была переселенена его дочь. И в доказательство судьбы, от которой никуда не уйдешь, в башню была отправлена корзина с виноградом, в которой оказалась змея и от укуса которой скончалась дочь императора. Таким образом, осуществилось предсказание оракула. И арморки изделий ручной работы, 1960 км. И арморки изделий ручной работы, 1860 км. значит поездка на корабле стоит 20 евро вот мы взяли за 15 евро один билет лучше так не делать потому что где приезжают и отправляются парома да там есть такие же экскурсии 90 минут 60 лир у нас получилось 300 лир на 1 вот но два часа было правда ну корабль мне внутри не понравился расположение сидений вообще было неудобно и так сама экскурсия конечно хорошая говорят на всех языках все рассказывают на борту на борту есть буфет можно заказать без лиме фрукты попить горячие напитки так что это настолько мы возвращаемся там проезд на трамвай стоит практически 8 лифт и какого 9 там тоже зависит если после трамвая то там идет скидка вот так вот выглядит истамбулкар вот так вот выглядит истамбулкар не и мне таких купили почему-то 2 не знаю почему на меня и на маму почему-то думали но одну карту по одной карте вы можете пройти сколько угодно человек какого-то красиво мы едем поедем на поясе сейчас посмотрим сколько стоит проезд после трамвая пускай маму 15 лет у меня тоже 15 так легко и просто кстати я ее уже сама пополняла тоже очень просто такая здесь платформа как метро но потом мы поедем на по улице здесь тоннель под морем но так